Итак, короче, по центре, делаю обзор на свою любимую игру. Вы сейчас можете блевануть, и вам не понравится, да, вы не поймёте, в чём прикол, потому что коняшка бегает, и люди, ну, не любят стратегии, но я вам сейчас покажу, в чём прикол здесь вообще, самый главный. Вот это всё схематично показывается. Видите, 111 у меня циферка, а здесь 12. Это означает количество воинов в моей банде. Мы перемещаемся на карту, где каждый воин, блядь, это реально челик. И я могу их направлять, говорить им, куда идти. Я им могу... Сейчас я вам покажу. Они сгруппироваются, ближе к друг другу становятся и поднимают щиты. Зацените, блядь. Вот. Эта музычка страшная начинает играть. Смотрите, у меня есть мечники, арбалейщики, лучники и коница. Теперь смотрите, мы стоим ждём, арбалейщики стреляют. Вот там вот где-то 12 врагов идёк. Вон они, видите, вон они. Они уже всё, они засадили. И теперь я отправляю... А, всё, мы победили. Но я просто напал на слишком маленькую группу. Я вам сейчас покажу на большей группе, как это выглядит. Всё, мы победили, прикиньте. Ну, арбалейщики их просто расстреляли. Потом я забираю их шмотки все. Давайте вот против 67 бандитов я сейчас буду сражаться. Скриньте. Так. Зацените. А, к ним ещё четверо подсоединились. Сейчас я вам покажу, блядь. Так. Я всем говорю за мной идти. Аккуратненько. Я беру метательные копья, потому что они имба. Они убивают всегда с одного выстрела. Так, идём. Идём. Аккуратненько. Ну, вообще тут надо тактики делать. Типа, чтобы, допустим, занять место на холме. Чтобы арбалейщики с холма стреляли. Им удобно будет попадать и всё такое. И скорость передвижения челов. Ну, вы замечаете, да, то, что мои банды, да, пятёрки. Да, вот. Нормально, нормально, смотри. Мне так нравится то, что каждый челик отображается. Чё с ним происходит. Они идут пиздятся. Ну, всё, они сейчас захуярят их. А вот эти, которые убегают, их просто добиваешь, чтобы с них шмотки потом забрать. Но это, это бомжей избивать. А у меня сейчас война идёт. Я вам сейчас покажу всё. Всё, избил бомжей, всё. Я вам сейчас рассказываю историю. Ваше поселение атаковано. Ой, блядь. Короче, рассказываю топовую историю. Вот это вот, это всё разные государства. Вот они, разные государства. Я сюда приехал и познакомился с каким-то челом. И говорю, здравствуйте, можно я вам буду служить? Он такой, да ебать, давай, чё, нахуй, похуй. Вот, я чё-то, ну, под его флагом начинаю бегать. Потом я к нему прибегаю и говорю, а можно мы скрепим наш союз браком? А он говорит, о, еба, у меня как раз-таки дочка есть. И я, короче, женился на его дочери. И он мне жёстко респектанул. Дал денег, дал коней там и всё такое. Я начал жёстко хаслить. И после этого у меня все дела в гору пошли. И зацените, вокруг вот этой вот горы, это мой замок. Вот он, мой замок. Вот это мой замок. Вот это мой замок. Вот это мой замок. Это всё захвачено у вот этих вот челов. Вот, вот у этих. У нас с ними сейчас война идёт. Это уже четвёртая война с ними. И, значит, недавно я захватил вот этот город. Значит, как это происходит? Этот чел в итоге, случайно я с ним познакомился, он, прикиньте, стал королём. Ну, официальный король умер. И по наследству перешло именно моему челу, которому я подсосал. На которого дочке я женился. И после этого я захватываю вот эти штуки и идёт голосование. Кому перейдёт этот замок? И он может его оставить себе или кому-то, кого он больше всего любит. Вот. И поскольку, во-первых, я захватывал эти замки, а во-вторых, он меня больше всего респектует, блядь. Он мне отдаёт все эти замки. И знаете чё? Я однажды пришёл. Это уже не замок, это город. Я пришёл, захватил этот город. И знаете чё? Я думаю, ну сейчас же он мне отдаст, блядь, этот город. Знаете, чё он делает? Он говорит, ебать, оставлю я ка его себе. Это будет мой личный город. Потом тут взбунтовались люди. Тут создалось город-государство. Ну, короче, откололся кусок государства чисто городом. Я его пошёл, захватил ещё раз. И сейчас этот город принадлежит мне. Я вам сейчас покажу мою жену. Моя жена живёт вот в этой крепости. Так. Тут собирают войско. Я тоже могу войско собрать. Там типа тысяча людей. И будут на экране... Ну, там на экране тысяча людей не поместятся. Они будут потом подходить. Вот. Сейчас зацените. Скачу, кстати, к себе в замок. Можно, кстати, пойти попробовать отбить вот этот вот. Значит, смотрите по центру. Это моя жена. Вот. Это моя жена. Как вам? И я у неё могу спросить, какова твоя роль в клане. Смотрите, какова твоя роль в клане. Да. Вот. Видите? Собственно, вот она у меня тут отдыхает. Она вот этим замком управляет. Мы сейчас внутри замка. Она тут живёт. Это, ну, вообще, как бы, блядь, не та кнопка. Вот я могу сесть. Это я. Это я. Меня зовут Сосаус. Вот. Глянь, блядь. Гля, расселся. Вот. Я Сосаус. Вот тут вот моя жена. У нас с ней есть, по-моему, даже ребёнок. Я не уверен. Но, по-моему, с ней у меня есть ребёнок. Вот. Она вот мой муж, говорит. Я её могу взять в отряд. Дальше чё? Я её могу взять в отряд. Дальше. Фиксируйте. Я могу ей выбрать костюм. Потому что, ну, моя жена... Ну, вот как она, вот, блядь, может выглядеть, да? Ну, вот, как уёба. Я ей могу... Сейчас. Надевать любые костюмы. Вот. Ну, это не такие. Могу какие-нибудь нормальные на неё... А, подожди. Вот. Она сидела в замке такая, да? Кучала чё-то. А тут... Мы сейчас поедем в город, в столицу. Покупать ей костюм. Вот она, столица. Заезжаем. Идём в магазин. Так. Сразу выбираем ей. Знаете чё? Во-первых, у неё шапка с короной. Она дочка короля была? Конечно, блядь. Но, я прошу прощения, это мне такая шапка надо. Так. И у неё очень крутая броня на коня. Нахуй она ей нужна, согласна. Узнали, поэтому... Это теперь моя. Блядь! Броня на коня! За двадцать тысяч, блядь! Так. А ей? Я ей свою отдам броню на коня. Всё. Вот. Смотрите, какой у меня, ну, костюм классный. Вот так вот я выхожу в город. Это мой не воинственный костюм. То есть, всё золотое. Я выёбываюсь. Вот эта фиолетовая, это именно для красоты, по-моему, сделана. Я точно не уверен. О! Во-первых, давайте ей сделаем шарф. Вот, шаль, шаль. Шаль. Где она? Роскошный платок. Ну, хуйня же, блядь. Ну, шаль неплохая, кстати, но платок, пиздец. Во-во, ебать! Во! Это уже получше у меня жена. Но я потом... Может быть, я когда-нибудь эту убью и на новой же. О! 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 Глянь! Платье с фартуком. А ну-ка. Ля! Нихуя у меня уже жена стала! Ля какая соска! Так. А ну-ка. А если вот эту? С выебонами. С выебонами. Вот такое. Не, ну это перебор. Это не женственно. Ля, блядь. Блядь, ну выглядит это как будто бахилы. Посмотрите на её ноги. Это она просто... Это не туфельки. Это просто бахилы какие-то. Только из кожи. Так. Ну я ей куплю овцу на всякий случай. Пусть. Давайте я вот это вот кожаные сапоги ей возьму. Вот. Добротная обувь горожанина. Вот. А ну-ка. Ля, блядь. Ля, блядь. Ля. Всё. Пацан Тре. Жену приодел в городе. Всё нормально. Жена. И броню с неё снял. Нахуй ей броня. Продать пленных. Всё. Поехали. Я её опять сейчас в замок отвезу, чтобы она им управляла. Смотрите. Управление замком. Губернатор. Она у меня назначена здесь губернатором. Я так вам скажу то, что... Ну, на среднем уровне она управляет моим замком. Чуть-чуть хуёвенько. Вот. Я ей выделяю бюджеты. У неё есть 9000 золота. Вот. Можете заметить, да? Но я ей могу сказать, жена, я тебя люблю. Вот тебе ещё 700 рублей. Вот. Но у меня мало денег. 36000. Это не так уж и много. Потому что в моих владениях дохуя всего имеется. Но. Я туда... Смотрите. В каждом замке его можно осадить. И его могут атаковать. Я вам могу это всё показать. Вот это все челы. 298 челов, которые могут охранять мой замок. То есть, когда на него нападут. Значит, что я должен делать? Я забираю этих челов себе. Забираю их вот так вот. Забираю вот этих челов. Забираю вот этих челов. И перебрасываю их в другие замки. Мы отправляемся в другие замки. Поскакали там. Тык-дык-дык-дык. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Допустим, вот сюда. Количество моих вояк в замках. Это ещё одно. У меня есть ещё. Количество пленных в моих замках. И это просто пиздец. Зацените. У меня здесь в тюряге 550 челов сидит. Это, кстати, случайное совпадение. 550 пленных. Я их потом могу продать, блядь. Я их могу к себе взять. С ними надо бегать, там, флексить. Вот. И забрать можно к себе в банду. И это только в одном замке. Но тут у меня больше всего пленных. Сюда можно выделять бюджеты. Здесь 111... Ой, нет, не 111. Просто 11 тысяч. Я назначаю губернатора. И он за меня вообще должен ставить в очередь всякие постройки. Самое главное, это сборщика налогов прокачивать. Фиксируйте. Потом я еду сюда. Я должен идти вот в эту сторону защищать, потому что если вот с этой стороны нападут, вот эти два первых замка у меня будут отжимать. Что я должен сделать? Я еду в замок. И туда разместить гарнизон. И самых слабых челов я сюда закидываю. Самых слабаков. Потому что они здесь тренируются. И потом... Так, теперь поехали. Я вам покажу. Так, я всегда сохраняюсь. Очень часто. Просто потому что... Ну, во-первых, я откатываю прогрессию. А во-вторых, очень часто вылетает игра. Вот если вот сюда вот нажать, просто вот сюда вот, где выдвигается, это уже вылет игры. Так. На нас там нападали. И, видимо... О-о-о-о! Я вам сейчас покажу. Это целые войска. Здесь целые войска. И, может быть, жесткая заруба будет. И я, знаете, что могу сделать? Видите, здесь тоже войска. Мы можем на них сейчас напасть. Но это зависит от того, кто этим войском управляет. Присоединиться к армии. Можно спровоцировать. Можно попытаться спровоцировать. Знаете, что? Напасть сюда. И вот эти вот пойдут меня, типа, защищать. О-о-о! О-о-о-о! О-о-о! О, ебать! Пиздец. Итак, сейчас будет заруба 800 человек с нашей стороны против 400 с их стороны. Иногда бывает настолько много людей, что аж звук залагивает. И друг на друга накладывается весь пиздец. Сейчас я вам буду показывать скринти. Я всегда беру к себе... Я могу управлять либо стрелками, либо кавалерией. Кавалерией. Беру кавалерию на себя. Скриньте. Уже фпсики так проседают. Чуть-чуть просадочки фпсиков, да, присутствуют. Вот. Тут еще есть настройки, чтобы, ну, количество людей просто отображалось чуть-чуть поменьше. Замечаете? Там что-то отряды куда-то поскакали. Я беру к себе свой отряд. Вот. Это все моя конница. Прикиньте, это я ей сейчас буду управлять. Вот. И мы выдвигаемся прикрывать вот этих пчелов. Это все вот эти вот, ребята, теперь мои. Мы отправляемся потихонечку. Ну, я быстрее скачу, потому что, ну, у меня суперкрутой конь, а они там будут плестись, но потом догонят нас. Я всегда беру конницу и всегда ее, кстати, проебываю, потому что не умею управлять войском. Глянь, глянь, вот там вот же отряд двигается. Видите? Видите движение отряда? Сейчас я его разъебу, скриньте. Со своей конницей. А, нет, подождите. Тут еще тоже у них конский отряд хуярит. Сейчас будет пиздилово. Все, нормально, 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 нормально. Смотрите, смотрите, смотрите. Беру их сюда. Смотри, смотри. Все, пошло пиздилово. Все, они сейчас тут захуярят друг друга, нормально. Нормально, нормально. А эти, а эти как будто как самолеты, они берут разгон, чтобы потом опять с копьем разогнаться и проткнуть челов. Красные, это когда убивают моих. Зеленые, это когда убиваю я. Нормально, там коня какого-то кинул. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Смотри, 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 смотри. Смотри. Надо вот... Блядь, фпс-ы. Вот она, моя конница подошла. И сейчас всех этих людей будет как будто разрезать, блядь, конями. А я просто вот так вот стоять буду и копья кидать. Я иногда, кстати, копьями по своим попадаю очень часто. Вот. Нормально? И прикиньте, это все в реальном времени, блядь. Челы пиздятся. Так охуенно. Я только ради этого в эту игру играю, потому что... Ну такие пиздичи, реально. Посмотри на киллчат. Все, видите, мои челы захуярили их практически и начинают их выдавливать. Тут толпа очень хорошо работает. Тут у тебя либо челы в хорошей броне, ну, хорошо умеют атаковать, либо просто их дохуища. Так, надо конницу на себя брать. Сейчас, вот видите, вот отсюда идут. Мы берем на себя конницу. Сейчас, вот видите, подходят, подходят ко мне. Они собираются сейчас со всей карты. Сосалус, атакуйте врага! Сейчас, сейчас, сейчас. Да, блядь, копьем промахнулся. Все, а я говорю им атакуйте. И вот они, мои кони, приехали и атакуют. Но у меня уже теперь такая броня, что мне вообще на все похуй. Нормально. Ну, тут иногда тяжеловато драться, кстати. Да я в атаку, окей, хорошо. Все, мы их захуярили. Смотрите, наверху босс-бар сходится. Красные это мы, а все остальные это не мы. И теперь, вот эти челы разбегаются, а их надо все равно добивать, ну, чтобы, ну, там, шмотки топовые получить. А еще у меня есть меч короля. Вот этот вот меч дал король мне. Он сказал, типа, в честь того, что ты мне служишь, я тебе даю, дарую свой меч, неси им смерть от моего лица. Я такой, ебать, конечно, блядь, потому что у него урон охуенный. Давай сюда. Так, все. Смотрите, теперь статистика. С нашей стороны подохло 139 челов. С их стороны 210 челов подохло. Именно моих умерло 15 человек. Это, в принципе, ну, как бы нормально, у меня их больше 100. Теперь войны, войны. Я вот этих всех, кстати, это слишком много, я не знаю, после битвы, ну, некоторые на их стороне говорят, ебать, что-то моя тима пососала, я хочу в твою тиму перейти. А я им говорю, блядь, welcome, добро пожаловать. И надо выбирать самых крутых, у которых звание прям такое, жесткое. Надо вот себе их, там, вот эти, лучник с крутым званием. Новобранцев не берем. Ебать, пацан, Тре, у меня столько... Это в первый раз, я вам серьезно говорю, в первый раз так много, ну, прям жестких я набрал. Охуеть, это лучшие стрелки, вот это вот, вот они, вот, это лучшие стрелки вообще. Ой, блядь, а кого же кикать? А, нет, это не лучшие стрелки, это пред-пред лучшие стрелки. Блядь. Наверное, вот этого кикаем. Воин клана, нахуй ты мне нужен, пошел нахуй, стимы. Так. Ну, вот этот еще такой нормальный стрелок. Наемники. Ну, наверное, вот этого тоже кик. Просто у кого маленькое звание, я буду кикать. Сын лесов, пошел нахуй! Так, это я еще могу кого-то взять. Так, вот этого берем. Самые просто высшие звания надо себе забирать. Конь, чел с конем, еще чел с конем бесплатным. Бататский воин, ну, вообще, в принципе, неплохо, у него хорошая броня. Башмаки за... Эти башмаки лучше, чем у меня. Я только что со своей жены снял башмаки, а они лучше. Прикиньте. Все, и мы скачем дальше. И вот таким вот образом мы там будем захватывать всякое. Пленных выгружают. Но лучше бы, конечно, мне. Все, и вот так вот ходим там, захватываем. Но бывают атаки на замок. Сейчас я его выебу пастом. Так. За мной, пожалуйста. Смотри, смотри, все, перестроение пошло. Посмотри, сколько, блядь! 140 воинов. Иду ее уничтожать. Надо помедленнее. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Уже подходят. Шилдоп! Адем! Нахуй, они вдвоем прибежали. Их же сейчас выебут. Блядь, я своего убил, блядь! Блядь, еще раз своего кинул. Ладно, не важно. Надо быстрее. Построение, построение, построение. Построение! Блядь, где мои люди? Надо на холме построиться. Сейчас. Где мои люди, блядь? Построение на холме, потому что с него стреляете лучше. Блядь, где мои люди, сука? Я не понял, а где люди, блядь? Люди, выхуй на блюде, а где люди? А, вот они! Блядь. Сейчас, сейчас. Они сейчас быстрее будут идти, потому что когда они щиты поднимают, они идут медленно. А сейчас они побыстрее. А потом я опять их заставлю щиты поднять. Блядь, поднимем в спины, хуяре. Сейчас, сейчас, нормально, 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 нормально. Нормально, нормально, нормально. Смотри, идут свои места занимать. Блядь, в спины стреляют нашим, блядь. Поднять щиты. Блядь, я построение разрушил. Все, пиздец. Ну, у них вообще никакого построения нету, нету дисциплины, и поэтому они лохи, ебаные. Куда моя конница побежала, блядь? Ну, это какая-то тупая война под Сантры, они слились, а не ботики. Ну, они, правда, и так ботики, но... Ой, блядь, меня ранили, блядь. Все, нормально, всем пиздам. Все. Ну, это какая-то битва такая была. Называется Mount & Blade Banner Lords. Но еще надо ставить... Ну, а я не советую, пацан Тре. Чтоб вы понимали, за последние две недели я наиграл 27 часов в эту игру. Это просто пиздец. Так, зацените, самое главное, это известность. Чтоб обо мне все знали, как я всех разъебаю. И еще влияние. Потому что если у меня большое влияние, я могу выебываться и собирать себе армии. Теперь смотрите, это, ну, как бы предводитель такой же, как и я, у своего маленькой группы, да, вассал. Вот, это тоже вассал чего-то. И я ее заковываю в кандалы, блядь. Она говорит, я в твоей власти, милорд, блядь. Значит, что я делаю? Я беру больше пленных, чем могу взять. Так, и теперь мы отправляемся в какой-нибудь там, ну, желательно ближайший город. Это Каэр Морхен, да. Когда у меня много пленных, я медленно передвигаюсь, и меня могут догнать чебоксары. Взяли. И всех пленных, знаете, что делаем? Идти в темницу. Осмотреть пленных. И всех пленных в хуяк. И теперь самое главное, вот за вот этого пленного, да, за него дают много денег. И поэтому я ее забираю. И теперь ее надо пойти и продать в город. Зайти в таверну, продать за 1800. Все. И теперь смотрите еще. Торговля. И я беру, продаю все, что навоевал, да, все трофеи. Зацените, 11 тысяч плюс. Но мне надо примерно 1070 для хорошей жизни. Вот мне сейчас надо 70 тысяч. И я еще должен охранять свои деревни, потому что из деревень приходят деньги, налоги платят в основной замок. И, ну, очень грустно, когда атакую деревню, деревня начинает дымиться и мне плохо становится. Сдавайся или умри. Здесь есть автобой. Ну, вот смотрите. Ну, вот смысл мне с ними драться, да? Ну, ладно, я с ними подерусь, просто чтобы повыебываться. Ну, вообще, вот такие я автобоем скипаю, потому что, ну, очевидно, вот разбойники напали на мою деревню, да? У меня тут в моей деревне есть челы. Ой, блядь, аж фепсики иногда проседают. В моей деревне есть челы. У меня есть хорошие челы, а на меня напали бомжи, просто бандиты какие-то. Сейчас, ну, я могу просто конницу послать и этих бомжей расхуярят. А. Ммм, пук. Вот бомжи идут, да? Кого-то из моих убили, кстати. И еще даже кого-то убили из моих. То есть бомжи умеют драться, ну, камни кидать умеют. Все, их там что-то захуярили, все. F. Я даже ничего не увидел. С моей стороны умерло ноль людей. А, знаете че, показывало, что они умерли, и они на самом деле в отключке. Их просто отрубили. Они вылечатся, и все нормально будет. Забираю этих мародеров себе. Всем всего доброго. Было клево сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok.